Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я еще не решил, буду ли я его читать, потому что довольно у вас большой текст. Но, отвечая на один из ваших вопросов, которые вы задаете, а именно, как понять свои чувства, я думаю, что в первую очередь их нужно проговорить. Их нужно проговорить, их нужно реабилитовать для того, чтобы лучше их понять. При этом, будучи внимательны к себе, при этом будучи в контакте с собой. И, соответственно, я думаю, что при вашем уровне осознанности, да, мне показалось, что он у вас достаточно большой. Я думаю, что это, в принципе, более чем возможно, и у вас это более чем получится. Вот. Давайте мы все же разберем ваш текст, потому что я думаю, что это не будет лишним. Итак, с бывшим встречались три года, знакомые уже семь лет. Это была любовь со школы, самая светлая, чистая и чувственная. Но история знает много случаев, когда первая любовь, я так понимаю, первая любовь, значит, ну, как бы, перерастает на что-то более зрелое, но не так уж это часто, чтобы было. Но это, в принципе, случается. Мы всегда очень любили друг друга, были во многом похожи. Ну, вот то, что вы говорите, мы всегда любили друг друга, это, конечно, немножечко некорректно. Это слияние, да, потому что вы не можете говорить за, ну, за вас двоих. Вы можете говорить только за себя. Вы можете сказать, что я всегда его любил, да, и вот, соответственно, я была на него похожа. Это было бы более корректно. То есть, то, что вы говорите, мы, это вот история про слияние, про желание раствориться в этом человеке. А значит, его похожесть на вас что-то вам дает. Вот. Да, она же, эта похожесть как-то вот создает проблемы, да, потому что вы, вероятно, не очень хорошо можете с этим обращаться. Вот, с тем, как реагируете на его похожесть. Вот. Но, тем не менее, это же вам что-то дает. Когда стали постарше, смогли жить вместе, на самом деле вспоминая, думаю, что мы были очень счастливы, даже несмотря на то, что только исполнилось 18, оба учились, работали и там зарабатывали копейки. Но, казалось, что вместе все возможно. Опять же, здесь вы говорите как бы за себя. То есть, вы говорите за обоих, за двоих. На мой взгляд, это не очень, не очень хорошая история. На мой взгляд, это не очень корректно, потому что вы здесь таким образом игнорируете вот себя, свою личность. Вот. Ну, я обобщаю как бы вот дорисовывать картину, да, хотя она для другого человека может быть, ну, иной. Мы были очень похожи, и, как у многих похожих людей, были конфликты из-за невозможности помочь друг другу. Мы ругались, эмоционировали. А здесь, здесь вы обобщаете. Это не очень хорошо. У вас есть склонность к рационализации, она вам мешает. Вот. Опять же, вы говорите «мы», это большая проблема, потому что вы здесь как бы, ну, продолжаете всю ту же стратегию. Вот. А дальше, вы говорите «у многих похожих людей», то есть, ну, у каждого, у всех пар свой опыт. Вот. То, что вы ругались, это связано с личными границами и невозможности, как бы, обратиться с чувствами, а также с ожиданиями друг от друга. Вот. Ага. Юноческий максимализм. Много было всего лишнего сказано. Ну, опять же, да, как бы, что есть лишнее. Я, в целом, очень закрытый человек, трудно говорить о своих обидах, поэтому они копились все это время. А, смотрите, то, что вы закрытый человек, то есть, подразумевает, как бы, ну, как бы, нежелание, да, в определенной степени идти на контакт, на контакт, да. Вот. А, как бы, к сложности говорить о своих обидах, я бы сказал, это не имеет отношения. Потому что, если вам сложно говорить об обидах, то это про что? Это про стыд, да, то есть, вам обидно и в то же время вы этого стыдитесь. Это про, может быть, страх непринятия своей слабости, что вы можете быть слабой. И это про желание быть идеальным, потому что, ну, типа, вот, как вот, идеальный человек может обижаться, да. Вот. То есть, давайте все-таки здесь рассмотрим, в чем трудность ваша говорить об обиде. В какой-то момент произошло несколько неприятных ситуаций, неизмена непредательства, просто, скорее, много обидного с его стороны. Интересно, что вы говорите про измену и предательство этого драма очень интересная. Потому что, ну, измена не предательства, а предательства, по моему мнению. И мне кажется, что и вам, судя по вашему уровню эрудиции, ну, вам эта мысль не должна быть очень далека для вас. Вот, что предательства в отношениях не существует. Вот. А вы говорите, значит, несколько неприятных ситуаций, много обидного с его стороны. То есть, получается, как бы, что ответственность за вот расставание, да, вы перекладываете на человека. Вы говорите, ну, это вот из-за него, с его стороны много обидного. А вы думали о том, в чем заключается обидность этого? Вы думали о том, как у вас вообще, в принципе, формируется обида? Вот. А дальше, значит, я решил уйти. Ну, то есть, по сути, сбежать. Вы решили сбежать. Да, как бы, вот. Ушла просто в один момент, забрав вещи, потому что была уверена, что мы созависимы, что, скорее всего, это было правдой. Не знаю, нужно смотреть, как вы вообще пришли к тому, что вы созависимы, откуда вы узнали, что вы созависимы, почему не обратились к специалисту для того, чтобы проверить, так это или нет. Вопрос. То есть, тут как-то вы все с вами додумали, додумали и решили. Это вот совершенно еще один косвенный показатель того, что вы стараетесь быть идеальным человеком. Ага. Причем вы говорите, что, скорее всего, было правдой. Да откуда? Ну, типа, откуда вы это знаете? Что иначе я никогда от него не уйду и мне казалось, что счастливы мы не будем из-за ссоры и непонимания. А как так? Вы говорите, что я думаю и вспоминаю, что мы были счастливы, несмотря ни на что. А здесь вы говорите, что мы счастливы не будем из-за ссоры и непонимания. Это противоречие, на мой взгляд. Дальше. Вы пишите, я иначе никогда от него не уйду. А зачем? У вас мысль о том, чтобы от него уйти была и раньше, а что вас удерживало. Вот. Дальше. Ссоры и непонимания решаются. Это решается. Но вы не захотели это решать. Вы, понимаете, не захотели. Дальше. Так. Это был кризис трех лет. В отношениях мы его не пережили. Ну, опять же, может быть это и был кризис трех лет. Но меня смущает ваша тенденция к тому, чтобы под все какую-то вот базу подводить. То есть все объяснять. И вы пишите, мы его не пережили. Нет никаких мы. Я. Я его не пережила. Это будет справедливо. То есть побольше личной ответственности. В нем всегда была некая потерянность, некоторая ненадежность. Это была одна из причин различия расставания. Очень похоже это на проекцию, на перенос. То есть вы сами себе не доверяете. Вы не доверяли или не доверяете, не знаю. У вас есть у самой неуверенность в себе. Может быть тревожность, страх в будущем. И вы это вкладываете в другого человека. Почему человек не должен быть потерян? Что в этом плохого? Почему человек не может быть ненадежным? Что в этом плохого? Да какой человек вообще надежный? Понимаете, если вам нужна устойчивость и надежность, то это история про улучшение контакта с собой. Именно поэтому за своим настоящим молодым человеком, с которым вы сейчас в отношениях, вы готовы расстаться и в то же время боитесь. У вас нет к нему чувств, но он дает вам то, что вы хотите. Надежность и уверенность. Этим вы к нему привязаны. Понимаете? И как бы это корректируется обретением этого в вас самой. И тогда уже можно будет говорить о том же, что вы вообще чувствуете к тому или иному мужчину. Сейчас прошло два года с момента нашего разрыва. У меня были разные отношения. Последний год я нахожился в отношениях с молодым человеком, который старше меня на десять лет. Так. У вас был разрыв. Разрыв – это травма. Да? Психологически. А вы ее проживали как-то? Вот. Потому что если нет, то она дает о себе знать. Далее. Значит, с молодым человеком, который старше на десять лет. Отсылская фигура, родительская фигура традиционно приписывается партнером, который старше на большое количество лет. А вам, соответственно, для чего-то эта родительская фигура нужна. В частности, для того, чтобы быть свободной, чтобы позволять себе какие-то вещи, которые бы вы не позволили себе с человеком своего возраста. Ну, и в целом, это про обращение с детской составляющей вашей. Точнее, с неумением ее выражать и ее направлять. То есть, своим ровесником вы свои желания подавляете, стараясь действовать, ну, рационально, максимально и так далее. Потом вы вспыхиваете, вспыливаете и уходите. С партнером постарше вы позволяете себе это делать, да? Ну, только потому, что он вам это разрешает. Ну, как бы вы себе разрешаете с этим человеком. У нас с ним все хорошо, живем вместе, стабильность, он хорошо зарабатывает. Вот обратите внимание, вы пишете, стабильность он хорошо зарабатывает. То есть, стабильность определяется не вами, а им, да? Так, когда я встретил его прям в любимость, даже я сама проявляла больше инициативы. Ну, правильно, этот человек олицетворение того, что вам нужно было, наверное, в этот момент. Он спокойный взрослый. А вы? Вот понимаете, вы пишете довольно много про партнера. У вас требования к партнеру, чтобы он был спокойный взрослый. При этом, мужчина ваш первый, совсем другой был. И, в целом, он такой остался. Да, что-то может быть изменялось, но, в целом, он такой остался. Потому что люди и в школе, и в младших классах уже могут быть спокойными, серьезными и так далее. То есть, это не зависит от возраста. Вот. Прямой зависимости, по крайней мере, нет здесь. Мы не обсуждали никогда наше будущее. Почему-то вы просто даже не говорили ни о свадьбе, ни о детях. Я сама, может быть, и думала, но почему-то не хотелось говорить. Ага, опять же, неопределенность у вас некоторая здесь. То есть, почему-то не обсуждали. Мне не хотелось говорить. Понимаете? В то же время, вопрос, а какое значение для вас это имеет будущее? Для чего бы вам его обсуждать? Опять история про тревожность. Опять история про стабильность и про, ну, какую-то ненадежность. То есть, стремление к защищенности. Это то, чего вам не хватает. И это то, что нужно вам с психологом решать. Все было, так скажем, хорошо и спокойно. В наших отношениях были моменты холодности эмоциональной с его стороны, которые меня пугали. Он не говорил, я тебя люблю, но я все равно была счастлива. А почему испугало то, что человек не говорил вам что-либо? Опять же, да, история про то, что вас оставят, вас оттолкнут, и вы будете как-то вот одна. И это вас пугает. Попробуйте увидеть, да, вот этот момент, как у вас связывается страх с тем, что человек вас не любит. Или с эмоциональной холодностью, как это связано. И вот мне написала мама моего бывшего человека. Написала, что он хочет с вами увидеться, но боялся написать. Просил меня по старой памяти увидеться с ним. Я не задумывался, даже сразу написал, я знаю, что иначе не смогу. Ну, то есть, очевидно, что текущие отношения ваши, они вас не удовлетворяют полностью, да? Вот, они просто дают вам то, что вы хотите, ну вот, и в принципе все, в принципе все. Вот, кроме того, вы сказали, что вы влюбились в своего текущего молодого человека. Вот, вы сказали, что он одно время, я так понял, не говорил вам, что любит вас. Но мне, но вы не пишите, а любите ли его вы. И мы увиделись, это было очень здорово. Я как будто закрыл все свои гештальты, я его простил, он меня простил. Мне постоянно он снился, снилось, что мы снова вместе, что мы миримся. Почему же мы не сделали ничего для того, чтобы как-то это, ну, проявить, если вам это снилось. Опять же, вы ждали, пока как-то он проявится даже у него на его маму. Вот. То есть, опять же, здесь история про что? Про вашу пассивность, про перекладывание ответственности за то, что хочется вам на другого человека. Так, далее вы говорите, я его простил, а он меня простил. Ну, опять же, вы здесь обобщать начинаете, да, то есть говорите за двоих. Вот. Вы можете говорить только за себя. Дальше. Так, когда увиделись, очень много плакали, я, наверное, от того, что он уходит, от того, что я не свободен, что все эти чувства и эмоции, которые я так долго прятал, вырвались на свободу. Интересно, если вы прятали эти чувства, чего же вы их не проявили, вместо этого выстраивая отношения с другим человеком, да? Он, отчасти, был рад меня видеть, говорил, что всегда думал обо мне, всегда любил, а это вы к чему? Это какое значение для вас имеет? Он сильно вырос, изменился, нашел работу, появился в жизни. То есть, по сути, этот человек теперь представляется вам тем, кто может удовлетворить ваши потребности в защищенности. И его привлекательность сразу выросла. Ну, как бы функционально ничего не изменилось. Он говорил о нашем возможном будущем, что действительно хочет строить его со мной. Что есть будущее, я не очень понимаю, кто такое будущее. Мне кажется, что все, что есть у человека, это здесь и сейчас. И если здесь и сейчас я к тебе что-то чувствую, то я могу это здесь и сейчас, то, что я к тебе чувствую, выразить все. О каком будущем вы говорите вообще? Не понял, не понял. Так, значит, стал лучше, терпимее, взрослее. Ну, то есть, то, что вам нужно. Мы обсудили наш разрыв, поняли, что вы поступили неправильно в силу возраста, характера, обиделись друг на друга и закрылись. А могли бы пройти это вместе? Ну, опять обобщение, опять слияние, опять игнорирование личной ответственности. Ну, вот. Значит, ну, что значит, поняли, что поступили неправильно, нет, неправильно это как. То есть, вы взяли и обесценили то, как поступили. Вот. Я не знаю, правильно вы поступили или нет, такие категории к поступкам человека, на мой взгляд, не корректны. То есть, ну, человек не может поступить правильно или неправильно. Человек просто поступает так, как ему кажется оптимальным и все, и все. То, что у вас сейчас как-то поменялось, ну, поменялись ориентиры, да, то, что вы как-то вот, может быть, ну, не знаю, по-другому, да, а стали видеть все это, совсем не означает, что, ну, себя нужно обесценивать. Вот. На мой скромный взгляд, по крайней мере. Вот. Поэтому я не могу отнестись как-то позитивно, значит, к тому, что вы пишете. Ну, вот, не могу, не могу объяснить, не могу отнестись к этому так вот, ну, как вы. Дальше. Так, от этого, наверное, было больнее всего. А что именно болит? Это потеря? Болит потеря? А что потеряли? Я понимаю, что прошлое не вернешь, но мои чувства возникли не в прошлом, они есть сейчас и будто бы были всегда. Но вы их игнорировали благополучно, да, большое количество времени. Я рассказал ему, что в отношениях он сказал, что не хочет сручить мою привычную жизнь, но не может жить без меня, предложил дружить, общаться этот год по возможностям. Ну, я мог бы сказать кое-что, но не буду, это третье лицо, не буду, не буду говорить. Так, значит, так, он уходит, мы решили, что встретимся спустя время и решим, что нам делать, может уже все будет по-другому. Неплохой вариант, неплохой вариант. Так, я боюсь, что это сильно поменяет мою жизнь, боюсь снова рисковать и, конечно, боюсь, что это плохо кончится. Вот, вы хотите гарантии, это первое. Второе. Вы рисуете себе негативные сценарии. Ага, значит... Почему, да? Да, вы не умеете как-то вот, значит, здесь и сейчас. Ну, находиться. Вот. Поэтому можно научиться, в принципе. Вот. А было бы у вас желание. Вот. Ну, а что касается любви вашей, то, на мой взгляд, можно и нужно посмотреть вектор этой любви. То есть, что она из себя представляет. И посмотреть, есть ли там действительно любовь или там больше потребностей. Вот как-то так. Всего самого вам доброго и удачи. Идите за? Продолжение следует...